Я могу начинать? Всем добрый день. Большое спасибо, что пришли, нашли время послушать о квантовом ренессансе. И, в общем, я очень благодарен за то, что вы пришли. Идея этой лекции состоит в том, чтобы рассказать о квантовых технологиях, но не просто о них, а о них в контексте существующего цикла технологического развития. То есть для нас не секрет, что научно-технический прогресс обладает колоссальным экономическим эффектом. И в связи с этим я поместил на первый слайд своей лекции вот эту картинку. Знаете ли вы, что это за статуя? Эта статуя располагается перед одной из центральных фондовых бирж и означает две стратегии работы на рынке. Одна из них — это стратегия медведя, которая играет на понижение. И вторая — это стратегия БК, которая играет на повышение. Технологии, на самом деле, радикально отличаются от просто рынка тем, что практически все идеи, которые выдерживают проверку научным сообществом и выдерживают проверку временем, так или иначе находят отражение потом в технологической реализации и дают какой-то эффект. И квантовые технологии, на самом деле, уже совершили одну технологическую революцию и сейчас готовят почву для того, чтобы внедрить целый пласт новых интересных технологий. Представляю я российский квантовый центр. Это независимый научный институт, располагающийся в Сколково. И основная его идея — это не просто занятие фундаментальными научными исследованиями, а создание экосистемы, в которой научные проекты сосуществуют с стартапами и технологическими проектами. И один из технологических проектов — это проект Curate, который занимается созданием квантовой криптографии. Ему я посвящаю очень много своего времени и частично о нем сегодня буду рассказывать. Сначала о нас, о всех и о нашем обществе немного. Какие важные тренды в информационных технологиях сегодня существуют? С информационными технологиями мы сталкиваемся каждый день. То есть с тех пор, как наше общество перешло от индустриальной стадии развития к постиндустриальной, фактически вся наша жизнедеятельность свелась к обработке, хранению и передаче информации. И наши компьютеры быстро развиваются, наши гаджеты быстро развиваются. И какие новые рубежи существуют на данный момент? Это в первую очередь интернет вещей. Это концепция маленьких сенсорных устройств, которые составляют такую большую сеть. Это концепция больших данных Big Data, это концепция машинного обучения и ее большие перспективы для совершенно разных бизнесов. И это важный вопрос, возникающий в контексте информационной безопасности, а в контексте информационной технологии. Это защитная информация, информационная безопасность. И важный аспект развития современных технологий — это постоянный рост вычислительной мощности наших устройств. И на самом деле он не является чем-то удивительным, не является чем-то стихийным, а обусловлен вполне четкой закономерностью. Дело в том, что практически можно выразить всю зависимость развития наших вычислительных устройств, связать ее с миниатюризацией основных элементов компьютера, с миниатюризацией транзистора. То есть чем меньше наши самые маленькие ячейки компьютеров, тем больше их можно расположить на элементарной площади, чем быстрее мы в итоге можем производить вычисления. И вот от этого зависимость выражается законом Мура. И у закона Мура есть естественный предел. Если продолжать уменьшать транзисторы в соответствии с законом Мура, то в 2020 году нам придется делать транзисторы размером с один атом. И это выглядит нереалистично. То есть кажется, что построить транзисторы с одного атома невозможно. Поэтому что можно делать? Можно пытаться при помощи различных способов подойти максимально близко к законом Мура, сделать самые маленькие из существующих транзисторов, скажем. На данный момент рекорд, по-моему, составляет 5, 6, 7 атомов. Это самые маленькие транзисторы. Можно пытаться масштабировать нашу вычислительную архитектуру за счет других средств, за счет облачных вычислений, за счет какого-то роста. И тем не менее, даже если мы будем очень-очень близки к закону Мура, все равно остается целый класс задач, которые являются нерешаемым для классического компьютера, даже если транзисторы будут размером с один атом. Пример этих задач — это оптимизация поиска, это моделирование сложных физических систем и это разложение чисел на простые множители. На самом деле, это конкретные примеры. Это целый класс задач, которые классический компьютер даже при постоянном росте его вычислительной мощи не сможет решать. И даже если мы будем очень близки к пределам, найти мы ответ на такие задачи не сможем. А тем не менее, эти задачи очень важны. И как же быть? Что, собственно, можно делать дальше? Как я сказал, один из вариантов — это развитие существующей, развитие тектуры вычислений, построения, может быть, новых платформ. И ко всему этому можно добавить совершенно другой радикальный подход к построению вычислительной схемы. Это называется квантовое вычисление или квантовый компьютер. И с этой концепцией я бы хотел начать лекцию. На самом деле, я уже упомянул, что квантовые технологии совершили одну технологическую революцию и фактически дали те информационные технологии, которыми мы сегодня располагаем. Дело в том, что в основе лазеров и транзисторов лежат коллективные квантовые явления, которыми в течение XX века мы очень хорошо научились управлять. Большинство исследований в этой области были отмечены Нобелевскими премиями и многими другими премиями. И вот сформировали огромную-огромную индустрию. Размер индустрии первой квантовой революции оценивается в 3 триллиона долларов. Однако у нас есть потребности. Потребность к увеличению вычислительных ресурсов, потребность к миниатюризации, потребность у сенсоров быть более точными, у информации быть более защищенной, у компьютеров быть более быстрыми. И эти тренды, они на самом деле совпадают с ростом наших знаний об управлении индивидуальными квантовыми системами. То есть о чем идет речь? Мы умеем управлять, например, большим количеством атомов, нам теперь хочется управлять одним или двумя атомами. Что это радикально меняет? Кроме того, что это дает, конечно, колоссальное преимущество в смысле размеров, это позволяет более оптимальным образом использовать их настоящую квантовую природу. То есть, в принципе, лазер — это квантовое устройство, но количество фотонов в лазерном импульсе может быть очень-очень большим. Вот если мы опустимся до уровня отдельных фотонов, то квантовая природа будет ярче себя проявлять и, оказывается, это дает огромные преимущества. И это вторая квантореволюция, которая вот… Это некоторый научный тренд, но важно, что он совпадает с технологическим трендом. То есть нам вот те области, о которых я уже упоминал, они требуют этого, они требуют большей чувствительности, большей вычислительной мощности и так далее. Что нам может дать вторая квантовая революция? То есть управление индивидуальными квантовыми свойствами. Это революция в трех областях базовых. Это сенсорика, это прежде всего новый тип сенсоров, который основан на очень-очень маленьких частицах. Это революция для информационных технологий, это совершенствование имеющейся элементной базы или создание новой элементной базы. Это создание новых материалов при помощи квантовых компьютеров, и это защита информации на уровне фундаментальных законов природы, на уровне абсолютной безопасности. Такая концепция называется квантовой криптографией. Вот сегодня я постараюсь рассказать по большей части о квантовом компьютинге и о квантовой криптографии, потому что это две связанные технологии, такой щит и меч для нового квантового мира. И немного о сенсорах, потому что интересным образом концепция квантового компьютера связана с концепцией квантовых сенсоров. И вот все тренды, с которых я начал, о которых мы слышим, интернет вещей, big data, machine learning, они все связаны с второй квантовой революции. Вторая квантовая революция обещает новые возможности для сенсоров, обещает, то есть для интернета вещей, новые возможности для машинного обучения и новые возможности для обработки большого числа данных. Более точные методы анализа. Все технологически успешные страны развивают квантовые технологии. Причем важно отметить, что наряду с государственными программами, которые тоже составляют огромные суммы, есть программы по квантовым технологиям крупных IT-компаний. То есть квантовый компьютер пока является гипотетическим устройством. Я немного расскажу о том, как он должен работать и почему он не построен на сегодняшний день. Но гонка за построение квантового компьютера, например, космической гонки, отличается тем, что в ней участвуют не две страны, а много разных корпораций. Потому что экономический эффект квантового компьютера будет настолько большим, что тот, кто первым его создаст, возможно, будет владеть существенной долей рынка и существенной долей новых возможностей, которые он открывает. И интересно с точки зрения ученого в квантовых технологиях, это то, что это, с одной стороны, действительно технология, то есть это то, что можно воплотить в прибор, и прибор будет работать и показывать высокие конкурентные преимущества, по сравнению с классическими приборами в некоторых задачах. Но у них огромная наукоемкая составляющая. Поэтому каким образом предпочитается производить квантовые исследования в мире? Строить компактные квантовые центры, в которых наука сочетается с технологиями. Примеры таких центров на карте мира представлены. Среди них особо успешный, например, центр ультрахолодных атомов, построенный на базе Гарварда и MIT. Это там Сингапурский квантовый центр. И по такой модели в 2011 году в Сколково возник российский квантовый центр, собственно, который я и представляю. Наша идея — это развивать одновременно технологии, имеющие существенную наукоемкую составляющую. Первая квантовая технология и, наверное, главное с точки зрения будущего эффекта — это квантовый компьютер. И журнал Time, несмотря на то, что квантовый компьютер реально еще не создан, уже однажды разместил его на своей обложке, назвав одним из главных прорывов для будущего человечества. И что здесь важно, что концепции квантового компьютера на самом деле нас наука вела довольно долго. И вот есть такая нобелевская лекция Андрея Гейма, которая получила свою нобелевскую премию за отрывание от графита скотчем графена. И он рассказывал о трех мысленных облачках, которые навели его на поиск метода получения графена и изучения его свойств. Также можно выделить три мысленных облачка, которые привели к идее создания квантового компьютера. Во-первых, как уже упоминалось, для научного мира довольно рано стало понятно, что как не развивая элементную базу существующих вычислений, какие-то задачи остаются нерешаемыми. Рассмотрим ее на примере моделирования физических систем. Дело в том, что чтобы промоделировать поведение какой-то сложной квантовой системы, требуются колоссальные вычислительные ресурсы, и поэтому точно эту задачу при помощи компьютера не удается решить. Удается решать только задачи либо с существенными ограничениями, либо с существенными ограничениями, например, на число частиц, которые участвуют в этой задаче. Тем не менее, очень много явлений остаются для нас на сегодняшний день непознанными. Одно из самых интригующих — это, например, явление высокотемпературной сверопроводимости. Сверопроводимость — это явление, когда проводники проводят ток без потерь, поэтому, казалось бы, такое явление наблюдается при очень-очень низких температурах. И, казалось бы, если бы можно было найти материал, который является сверопроводниковым при комнатных температурах, то мы бы тоже получили огромный экономический эффект, потому что передавали бы электроэнергию, например, без потерь. Однако найти такой материал не удается. Теория описывает низкотемпературные сверопроводники, очень хорошо и очень точно описывает низкотемпературные сверопроводники. А поиск высокотемпературных сверопроводников напоминает такое приключение, когда вдруг находит какой-то материал, который вдруг почему-то при каких-то определенных условиях проявляет при каких-то разумных температурах сверопроводимость. Но выстроить какую-то линейку, которая привела бы нас, например, к материалу, который при 20 градусах выше нуля проявлял бы высокотемпературную сверопроводимость, не удается. Именно потому, что это явление очень сложное, сложное с точки зрения квантовой механики, с точки зрения квантовой механической природы. И кажется, что если бы у нас был достаточно мощный компьютер, то мы могли бы путем перебора возможных конфигураций физической реализации материалов найти в итоге такой материал путем перебора большого числа свойств, большого числа параметров. То есть, например, в такую важную задачу, как поиск новых материалов, не только высокотемпературных сверопроводников, например, суперлегких материалов, суперпрочных материалов, в это упирается ограниченность наших вычислительных ресурсов, причем она является вундаментальной. Второй вопрос, которым тоже задавалось научное сообщество, в принципе, в данном случае, наверное, можно говорить без отрыва, вернее, с отрывом от какого-то либо практической реализации, был просто интересный вопрос. Есть квантовая механика как физическая теория. Накладывает ли она принципиально какие-то ограничения на возможности компьютеров? То есть, например, какое минимальное выделение энергии происходит при совершении одной элементарной операции? Какое оно должно быть? Эти вопросы носят достаточно фундаментальный характер и напрямую не относились к концепции нового какого-либо вычислительного устройства. И тем не менее, здесь представлены два портрета. Это Ричард Фейнон и Чарльз Беннетт. Они авторы одних самых первых публикаций по физическим ограничениям существующих компьютеров. И одна из работ Фейнона в итоге рассматривает вопрос о том, что было бы, если бы мы свой компьютер строили не по законам классической физики, а по законам квантовой физики. Именно поэтому концепцию квантовых компьютеров очень часто связывают именно с именем Ричарда Фейнона. И третий повод — это теория информации. И то, какие интересные следствия она дает в случае ее обобщения на квантовый случай. То есть мы привыкли работать с классической теорией информации, которая есть булево-алгебра, нули-единица. Это лежит в основе вычислений наших компьютеров. Однако квантовая физика существенно отличается от классической. Например, какой-нибудь простой пример, что если у нас есть классическая частица, проходящая с экрана, в котором есть две щели, то классическая частица пройдет либо в одну щель, либо в другую. Квантовая частица может пройти через обе щели одновременно, то есть быть в нескольких местах одновременно. Есть какие-то контринтуитивные свойства квантовых объектов, которые мы не наблюдаем в классическом мире. Вот возник просто вот такой тоже довольно абстрактный вопрос. Что было бы, если бы в основе теории информации была бы квантово-механическая природа? И оказывается, возникли разные интересные концепции. Вот, например, одна из них — это концепция квантовых денег. В чем она состоит? Она основывается на том факте, что есть теорема запрета клонирования в квантовой физике. Произвольное квантовое состояние нельзя скопировать. То есть если вам квантовое состояние заранее неизвестно, то вы не можете создать его копию. Вот один из создателей современной квантовой теории информации, Вернер, он предложил способ сопряженного кодирования. Он предполагал разместить на банкнотах несколько типов квантовых состояний. И за счет того, что их общее состояние нельзя скопировать, такую банкноту нельзя было бы подделывать. И эта концепция является непрактичной, но она сдвинула понимание людей в сторону того, что квантовая механика дает какие-то интересные свойства для теории информации и для возможных приложений даже. Кстати, сейчас она возрождается в связи с биткоином. То есть есть идея квантового биткоина, а она — это такие квантовые деньги 2.0. И второй повод — это исследование Александра Холева, нашего соотечественника в квантовой теории информации. Он показал, что квантовые каналы, то есть процессы преобразования квантовой информации, они обладают некоторой перспективой с точки зрения задачи не только обработки, но и передачи информации. Это довольно сложная техническая деталь, но одна из основных теорем квантовой теории информации носит ее имя — теорема Холева. И что именно дает квантовая физика? То есть какие свойства радикальным образом отличают ее от классической? Можно выделить четыре свойства. Во-первых, это свойство суперпозиции, о котором я говорил. Если у нас, например, есть экран с двумя щелями, то частица может пройти через обе щели одновременно. Это значит, что она находится в суперпозиции нескольких состояний. И вообще, если вы не наблюдаете за квантовой механической системой, то считается, что она находится в суперпозиции всех возможных состояний. То есть монетка, которая одновременно, и орел, и решка, пока вы за ней не наблюдаете. С состоянием суперпозиции и еще со свойством хрупкости связан известный парадокс, который называется кошка Шрёдингера. Возможно, вы о нем слышали. Идея состоит в том, что мы связываем некоторый микроскопический объект, который может находиться в суперпозиции состоянии, с некоторым макроскопическим объектом. И завязываем состояние одного на другое. Какой пример? Например, мы берем радиоактивное ядро, вероятность распада которого через час составляет 50%. Помещаем это ядро вместе с баллоном с ядовитым газом и скотом в закрытый ящик. Тогда через час наше ядро с вероятностью одна вторая распалась, не распалась. В случае распада ядра у нас взрывается баллон с ядовитым газом, поэтому баллон, соответственно, через час либо взорвался, либо нет. И если выпускается ядовитый газ, то кот умирает. Поэтому с точки зрения квантовой механики через час мы имеем систему, в которой кот и жив, и мертв одновременно. Этот концепт называется котом Шрёдингера. Конечно, мы её не наблюдаем в мире, потому что создать систему, в которой состояние квантовое настолько связано с состоянием классическим, очень тяжело. То есть очень тяжело защитить это свойство суперпозиции от внешнего мира, это свойство хрупкости. Кроме того, есть свойство квантовой запутанности. Это проявление сильных корреляций между частицами. Это тесно связано с так называемым парадоксом Эйнштейна и Подольского Розена. Они рассматривали... Вообще Эйнштейн был известным противником квантовой механики. Он не принимал её, потому что, если говорить популярно, его аргумент был, что бог не играет в кости. То есть он не мог себе представить теорию, которая не даёт одного конкретного ответа, а даёт ответ в виде какого-то состояния суперпозиции. Эйнштейн был сторонником некоторой детерминистической картины мира, такой лапласовской картины мира, которая предполагает, что если вам известны какие-то начальные условия, то вы можете полностью детально спрогнозировать развитие Вселенной. Квантовая механика этот детерминизм разрушила, она внесла в него вероятностный случайный элемент. Эйнштейн был противником этого и приводил много аргументов в поддержку своего довода. И один из них очень позитивно влиял на развитие квантовой теории, потому что предложил концепцию квантовой запутанности, о чём идёт речь. Представим, что у нас есть частица, у которой некоторая характеристика, совершенно неважно, какая они физическая реализация, назовём её спином, равна нулю. И эта частица распадается на две частицы. Со спином одна вторая и со спином минус одна вторая. И одну частицу мы оставляем у себя, а вторую отправляем очень-очень далеко. И измеряя спин своей частицы и понимая, что он одна вторая, мы понимаем, что спин той частицы точно минус одна вторая. Как бы далеко она ни находилась, в какой-то момент мы узнаём её состояние. Такие состояния сильно коррелированы между собой, которые связаны друг с другом, называются состояниями запутанности. Свойство хрупкости, о котором я уже говорил, это важно, потому что то состояние суперпозиции, чтобы его сохранить, его достаточно сильно нужно защитить от внешнего окружения. Дело в том, что квантовое состояние очень-очень хрупкое. Это с одной стороны хорошо, с другой стороны плохо. И есть теорема запрета клонирования, тоже мной упоминаемая. Если заранее квантовое состояние вам неизвестно, вы не можете сделать его копию. В классическом мире с такими свойствами мы не сталкиваемся. То есть в классическом мире, если у нас есть какой-то сигнал, мы этот сигнал спокойно можем скопировать. Если у нас есть какая-то система, она точно находится в каком-то механическом состоянии, не находится суперпозиции. И классические системы, они, в принципе, достаточно устойчивы. И несмотря на все сложности, это дает нам некоторый выигрыш. Вот представим себе классический компьютер, который работает следующим образом. У него есть какие-то биты информации, и мы эти биты между собой преобразуем. Ну вот это классическая схема вычислений, в которых при помощи так называемых вентилей или гейтов входные состояния бит преобразуются в выходные состояния бита, таким образом производится вычисление. Но это всем известная нам операция, там логическое отрицание и так далее. Как строится квантовый компьютер? На самом деле очень просто. Если у нас есть система, которая может находиться в суперпозиции двух возможных состояний, то мы одно состояние просто называем нулем, а второе состояние называем единицей. Но за счет того, что это квантовая система, она находится в их суперпозиции. Это называется кубитом или квантовым битом. И этот квантовый бит точно так же проходит через преобразования, но эти преобразования уже совершаются не классическими операциями, а квантово-механическими, которые воздействуют не только на 0 и 1, а также на всю их возможную суперпозицию. Таким образом, квантовый компьютер, в нем есть концепция распараллеливания, можно сказать, которая заложена уже в основу их самого-самого маленького, самого-самого элементарного элемента. Все операции проводятся не над двумя состояниями 0 и 1, а также над всех их возможной суперпозицией. Таким образом, решая какую-то задачу, можете гораздо быстрее выбирать все возможные варианты. Но это важно осознать, что это не просто масштабирование на уровне того, что один процессор сделали, два процессора. Это масштабирование на уровне самого маленького структурного элемента. Но, как я уже говорил, такая схема, на самом деле это звучит хорошо, но кроме того, что входное состояние находится в состоянии суперпозиции, также и выходное состояние находится в состоянии суперпозиции. Это очень сложно, это действительно так. То есть создать вот этот кубит, создать их достаточно много, это самая главная борьба в квантовом компьютерах. И проблема не только в том, что входное состояние... Вернее, нам хорошо от того, что входное состояние в состоянии суперпозиции, но у нас и выходное состояние тоже. Поэтому на самом деле процессы квантового вычисления предполагают многократное приготовление этих состояний, многократное измерение. Тогда с учетом большого числа измерений вы получаете правильный ответ. И здесь важным образом играет тот факт, что эта возможность система находиться в состоянии суперпозиции, также называемые свойствами квантовой кегерентности, она действительно очень сильно зависит от внешнего окружения. Именно поэтому квантовый компьютер так тяжело построить. Любое окружение, любое температурное воздействие, оно разрушает. У меня на эту тему есть статья, написанная научно-популярным языком на ресурсе N+. Ее основная идея — это раскрыть все возможные источники разрушения квантовой кегерентности, которые возникают и препятствуют фактически построению сейчас компьютеров. О концепции квантовых компьютеров мы совсем скоро будем рассказывать в Яндексе. У нас будет большая лекция, даже четыре лекции, то есть у нас будет такой лекторий. Будем рассказывать о том, как он устроен, какие алгоритмы есть у квантовых компьютеров. И вот коллеги, с которыми я работаю, Николай Пожар, Максим Ануфриев, будут рассказывать о машинном обучении, то есть о том, как машинное обучение будет реализовываться на существующих вариациях квантового компьютера и развиваться в будущем. Есть несколько важных концепций квантовых компьютеров. Я расскажу сегодня о трех из них. Первый из них называется универсальным квантовым компьютером. Универсальный квантовый компьютер — это полное масштабирование существующих у нас компьютеров на квантовый случай. То есть это то, чему можно в произвольном виде задать какой-то вопрос. То есть это тот компьютер, на котором можно решить любую алгоритмизируемую задачу. Совершенно универсальную. То есть важно, чтобы она просто перекладывалась на некоторый алгоритм. И почему квантовые компьютеры в какой-то момент начали привлекать огромное внимание научного сообщества — это тот факт, что в некоторых задачах они дают колоссальное ускорение вычислений. Это именно те задачи, о которых я упоминал. Это задача поиска, это задача моделирования физических систем, и это задача разложения чисел на простые множители. Есть так называемый квантовый алгоритм факторизации или квантовый алгоритм Шора, который на самом деле один из основных факторов развития в этой области такого колоссального количества средств сейчас. Дело в том, что, казалось бы, такая абстрактная задача — взять и разложить число на простые множители. На самом деле эта задача лежит в основе всех существующих алгоритмов шифрования. То есть в любой момент, когда вы хотите, например, купить книгу в интернет-магазине, вам нужно, чтобы ваш компьютер с сервером обменялся информацией о вашей кредитной карте, так, чтобы никакой злоумышленник не мог ее получить. Нужно ввести данные, свои кредитные карты, так, чтобы деньги с нее не украли. Каким образом это происходит? Это происходит при помощи асимметричных алгоритмов шифрования. Они основаны на том, что вашему компьютеру и компьютеру-серверу необходимо решить некоторую математическую задачу. И утверждается, что любому другому компьютеру на то, чтобы восстановить все данные, просто требуется очень много времени. Гораздо больше времени, чем эта информация представляет ценность. Но никем не доказано, что нет либо классического эффективного алгоритма решения такой задачи. То есть мы просто верим в том, что такая задача сложная. Если дать большое простое число, то действительно нет никакого другого способа, разложения простых множителей, кроме как полный перебор всех возможных вариантов. Но кроме всего прочего, еще и есть квантовый алгоритм, который делает это гораздо быстрее, чем любой классический. Таким образом, квантовый компьютер — это фактически угроза существующей инфраструктуре информационной безопасности, поскольку она основана на шифровании асимметричной криптографии. И пока это некоторый несерьезный результат. То есть число 15 было разложено на простые множители 3 и 5. Однако масштабирование квантового компьютера, оно как раз и приведет к тому, что алгоритм Шора можно будет запускать, и все секреты, которые шифруются при помощи асимметричной криптографии, вдруг станут открытыми. Он экспоненциально быстрее для некоторых задач, чем классический компьютер. Для ряда важных задач — это в первую очередь задача Шора. Универсальность. То есть любая задача на квантовом компьютере может решаться. Важно, что не всякое быстрее, но важные задачи быстрее. Но его действительно очень сложно построить, потому что есть такое фундаментальное противоречие. То есть что нам нужно? Нам нужна система из большого числа кубит, которая все находится в состоянии суперпозиции. И при этом нам нужно проводить вычисления. Что для этого необходимо? Необходимо, чтобы квантовые биты с друг другом общались очень хорошо, чтобы они могли обмениваться информацией друг с другом. Но внешний мир при этом не мог общаться с этой системой. Это такая очень сложная противоречие. То есть, с одной стороны, физическая система должна взаимодействовать между собой, но не взаимодействовать с окружением. Поэтому до сих пор, на самом деле, до конца нет ответа даже, какая физическая платформа будет лежать в основе квантового компьютера. Ведущими являются две. Это сверхпроводники, так называемые кубиты на сверхпроводящих контактах, и ионы в ловушках. Но на данный момент, кстати, идет такое соревнование между различными платформами для реализации. И результаты соревнований двух квантовых компьютеров, как раз сверхпроводникового и ионного, были недавно опубликованы группой Кристофа Монроя. И пока до конца не ясно, какая физическая платформа будет реализовывать, но сложность действительно очень большая. Чем больше мы ее пытаемся сделать, тем больше она будет взаимодействовать с окружением, тем сложнее нам сохранить состояние когеренции. Есть другой тип квантовых компьютеров. Его можно назвать просто квантовочислителями, не универсальными квантовыми компьютерами. И они на данный момент уже производятся компанией D-Wave. Они основаны на том, что они действительно состоят из большого числа кубит, но не все из них работают в квантовом режиме. Часть из них работает в классическом режиме. Это дает некоторое ускорение над существующими алгоритмами, но в очень узком классе задач. Но важно, что этот класс задач связан с алгоритмами оптимизации, а алгоритмы оптимизации в свою очередь связаны с алгоритмами машинного обучения и искусственного интеллекта. Такая система очень легко масштабируется, и ее основное преимущество на классической состоит в так называемом ускорении метода отжига. Есть такой метод решения оптимизационных задач, называемый отжигом. Он позволяет найти, если есть некоторая функция, ее нужно оптимизировать. Есть несколько потенциальных ответов, и нужно выбрать наилучшие из них. Как это можно себе представить? Представьте себе какое-то поле, такой ландшафт, и там есть много холмиков и ямок. Нужно найти самую глубокую яму. И если известны все ямы, то метод отжига позволяет быстро перебирать между этими ямами и сказать, какая из них лучше. Как это делается? Системе задается некоторая начальная энергия и просто ждут, пока эта система найдет свой минимум энергии. Почему это называется отжигом? Потому что это связано с классическим производством отжига, когда какой-то материал нагревают, а потом дают ему застыть, и он выбирает оптимальную конфигурацию существующих в процессе своего затвердевания. Это примерно то же самое. Квантовый отжиг по сравнению с классическим дает системе еще возможность, кроме классических перебросов энергии, так называемых термальных прыжков, возможность еще туннелировать. В квантовой физике есть еще одно удивительное явление, явление туннелирования. Если есть классическая частица и есть какой-то барьер, то классическая частица отразится от этого барьера. В квантовом мире есть вероятность того, что квантовая частица, даже обладая более низкой энергией, через этот барьер перепрыгнет. И квантовое туннелирование в дополнение к термическому отжигу дает ускорение вычислений, но опять же в очень-очень специфическом классе задач, с тем, что компания D-Wave активно развивается и продает свои квантовые компьютеры, например, Google, у них еще есть определенная проблема с масштабированием. И найдена пока на данный момент только одна маленькая задача, на которой вроде как продемонстрировано, что квантовый компьютер D-Wave лучше, чем некоторая симуляция квантового компьютера. Что мы еще умеем делать? Мы умеем грозить умитацию или строить так называемые квантовые симуляторы. Дело в том, что кроме того, что мы можем решать задачи оптимизации, мы можем решать задачи поиска новых интересных материалов за счет подобия одних физических систем другим. Вот, например, одним из базовых инструментов квантово-оптических экспериментов является создание так называемых решеток. Решетка — это две волны лазера, направленные друг на друга, образующие стоячую волну. В эту стоячую волну, в этот потенциал, можно помещать ультрахолодные атомы. Тогда атомы в этом потенциале будут вести себя точно так же, как ведут себя электроны в твердом теле. Мы представляем себе эту картинку кубиков, в которых есть ионы в узлах, и есть электроны, которые плавают между этими узлами. Вот с точки зрения квантовой физики, картина точно такая же, если мы создадим волну света и поместим туда атомы. Волна света играет роль потенциала ионов, а атом играет роль электронов. Но создать и управлять систему ультрахолодных атомов в решетке гораздо легче, чем управлять твердым телом. Потому что твердое тело, их можно перебирать различные типы, различные конфигурации кристаллических решеток. А здесь за счет того, что менять интенсивность или частоту лазера, можно варьировать параметры этого потенциала и воспроизводить какие-то явления. Например, воспроизводить явления серопроводимости, воспроизводить некоторые магнитные явления. И таким образом, имея в своем распространении некоторую игрушку, пытаться найти конфигурации оптического потенциала, которая бы дала вектор поиска новых интересных материалов. Вот эта концепция называется квантовыми симуляторами. Она выполняется как раз из ультрахолодных атомов, про которые я говорил, еще при помощи ионов заряженных. И при помощи сверхпроводящих цепей. То есть идея создать некоторый имитатор реальной системы, но позволяющий ее каким-то образом варьировать и управлять. Нечто то, что называется tunable. И это три основных типа квантовых компьютеров, над которыми идет на данный момент работа. Конечно, гонка, настоящая гонка, идет за создание универсального квантового компьютера. И в этой гонке есть большие игроки. Первый из них — это Google, который создал на своей базе целую лабораторию исследования квантовых компьютеров, которую возглавил Джон Мартинес. Джон Мартинес, кстати, этим летом будет в Российском квантовом центре читать открытую лекцию. У нас будет четвертая конференция по квантовым технологиям. Лекция будет открытая, научно-популярная, и он расскажет об опыте Google в создании квантового компьютера. На самом деле, это такая достаточно для научного сообщества революционная новость. Есть тенденция к тому, что очень именитые ученые переходят из университетов в компании и начинают работать уже в тесном сообществе с бизнесом. Это такое новое преломление для развития науки. То есть наука начинает поддерживаться бизнесом, потому что, еще раз повторюсь, у квантового компьютера как у инструмента будет колоссальный экономический эффект, и его возможности на самом деле очень широки. То есть они не ограничиваются, например, поиском материалов. Они, например, также связаны с поиском новых типов лекарств. То есть все эти задачи могут быть сведены к тем задачам, которые квантовый компьютер решает лучше, чем классический. И вот заявление Google, что наш квантовый компьютер, который мы купили у D-Wave, работает в 100 миллионов раз быстрее, чем классический компьютер на одном конкретном, пока на данный момент, алгоритме. И кроме того, важно здесь отметить, что индустриальный подход предполагает развитие всех направлений одновременно. То есть если научное направление пытается взять одну систему и максимальным образом ее изучить, то индустриальный подход — это такое хеджирование рисков. То есть, может быть, мы не создадим в ближайшие 5 лет универсальный квантовый компьютер, поэтому мы поиграемся с квантовым компьютером D-Wave, а на базе квантового компьютера D-Wave будем создавать универсальный. Поэтому группа Джона Мартинеза в эти два вектора идет одновременно. Она исследует ресурсы существующего компьютера D-Wave и пытается на его базе путем масштабирования построить новый тип универсального квантового компьютера. Другой большой игрок — это IBM. IBM дошла до того, что она выложила в открытый доступ возможность поиграться с их 5-кубитным квантовым компьютером. Конечно, для решения каких-то реальных задач этого пока недостаточно, но уже есть фактически квантовая платформа, которая доступна онлайн, и любой программист может уже становиться немножко квантовым программистом, играя с этими вентилями. IBM вкладывает в это огромное количество ресурсов, и компьютер IBM участвует сейчас в открытом челлендже с компьютером, который создается в Joint Quantum Institute в Мэрииленде. И есть еще Microsoft и Intel, путь которых несколько нетривиален по сравнению с путем Google и IBM. Он заключается в построении так называемых топологических квантовых компьютеров. Дело в том, что есть некоторое состояние материи, благодаря которым можно строить компьютер, который будет защищен от ошибок. Дело в том, что основная проблема — вот почему приводит дикогеренция? Дикогеренция приходит к возникновению ошибок, поэтому колоссальный ресурс компьютера нужно тратить на то, чтобы исправить эти ошибки. Оказывается, есть интересное состояние материи, которое характеризуется топологическим порядком. Самый простой способ себе это представить — это топологический порядок привычных нам предметов. Например, в участке одна дырка — это ее топологический параметр порядка. Ее никакими гладкими преобразованиями нельзя создать не еще одну дырку. Дырка всегда будет одна. В очках две дырки. И никакими медленными гладкими преобразованиями можно только разорвать эту систему, создав не какую-то дополнительную дырку. Вот это пример некоторого топологического порядка. Вот у Тора, например, порядок равен одному. Вот есть такие венские вафли, или я не знаю, как это правильно назвать, ватрушка такая с тремя дырками. И вот количество дырок — это простой пример топологического порядка. У квантовых систем есть нечто схожее с этим. То есть у них и на гуэрразе их состояние есть некоторые схожие параметры. И почему это интересно? Потому что на основе этих топологических систем строятся кубиты, абсолютно защищенные от ошибок. Если они вошли в свое топологическое состояние, то они будут производить вычисления, в которых не будет ошибок. Это называется full tolerant или topologically protected квантовые вычисления. И Microsoft и Intel вкладывают огромные деньги просто в исследования в этой области, потому что топологическое состояние материи — это такой передний край исследований даже в науке на данный момент. И построение при помощи никаких реальных схем — это выстрел с дальним-дальним прицелом, выстрел в большое будущее. Поэтому интересно, каким образом накладываются стратегии развития разных компаний в контексте создания квантового компьютера. У Microsoft есть тоже свой центр, называется StationQ. И я с большим интересом лично. Я наблюдаю за тем, как эта гонка развивается, где столько интересных игроков. К сожалению, наши IT-компании пока в эту гонку не включились, но я очень рассчитываю, что каким-то образом они включатся в ближайшее время, потому что, конечно, квантовая физика и квантовые технологии хороши тем, что там нужно играть на повышение. Это та область, в которую невозможно не вкладывать, в которую необходимо вкладывать, и они обязательно дают какой-то выигрыш. Вопрос в том, какую стратегию ты выберешь, и через какое время этот выигрыш будет. Основная идея на данный момент, такая доминирующая в науке, это построение гибридного квантового компьютера. Как я уже сказал, единого мнения о той физической платформе, которую квантовые вычисления будут реализовывать, на данный момент нет. И кроме того, квантовые системы по-разному для разных задач хороши. Разные системы хороши для разных задач. Например, сверхопроводниковые кубиты очень хороши для проведения вычислений, потому что это фактически те же самые твердотельные вычисления, те же самые элементные базы, которые есть у нас на данный момент, просто работающие в квантовом режиме. Мы с ней очень хорошо научились работать. Однако компьютер — это не только процессор. Компьютер — это также память, компьютер — это какие-то интерфейсы от памяти к процессору. И вот лучшим проводником информации являются фотоны, а лучший способ хранения информации — это ультрахолодные атомы. Поэтому есть такая доминирующая идея, что квантовый компьютер возьмет от разных физических систем самый лучший и станет такой единой оптимальной структурой. То есть наш, в принципе, имеющийся компьютер, он более или менее на электронной элементной базе работает и не выходит за пределы электроники. А вот идея развития квантовой физики состоит в том, чтобы не просто нам построить квантовый компьютер, но построить его так, чтобы взять от природы лучшее, скомбинировать комбинировать все самые лучшие возможности, которые дает нам природа. И сейчас я хотел перейти к тому, чтобы рассказать немножко о своем опыте и о тех проектах, в которых я участвую, потому что когда эта лекция задевалась, вот один из ее организаторов — это Гриша из группы Михаила Городецкого в российском Квантом-центре. Вообще его исходная постановка была там, прийди и расскажи что-нибудь о себе, о своих проектах, это будет очень интересно. Я не уверен, что рассказ исключительно о моих научных проектах это будет интересно, но тем не менее о себе я немного расскажу. Значит, вот это я несколько лет назад, это я сейчас. И я считаю, что это круто, когда о тебе пишут Nature, как о физике, о ученом, но я один из немногих физиков, о которых написал Men's Health. За период с 2015 по 2016 год я потерял больше, чем 45 килограмм. Некоторые люди, присутствующие в зале, еще помнят меня вот таким. И это очень важное достижение для меня личностно. И на самом деле я заметил, что моя научная карьера пошла лучше. То есть спорт дает огромную концентрацию и огромную мотивацию выполнять как можно больше задач в ограниченное время. Это так примерно начинаются сейчас мои дни. То есть я стараюсь очень много времени уделять спорту, однако это выливается в то, что когда я прихожу на работу, у меня ждет огромное количество каких-то непрочитных сообщений. Почему? Потому что я участвую в одном очень интересном амбициозном проекте, который направлен на создание устройства в квантовой криптографии. И наша идея — это не просто создать какой-то образец и поставить его в лаборатории. Наша идея — создать некоторое промышленное устройство, и мы видим свою миссию не просто в его создать, а внедрить в существующую информационную, телекоммуникационную инфраструктуру, сделав ее квантово безопасной. Возвращаясь к картинке, это те области, в которых квантовые технологии дают колоссальный эффект. И на самом деле мой бэкграунд, он изначально инженерный, я закончил МГТУ имени Баумана. То есть я физикой в первую очередь сначала своего обучения ей увлекался, и уже потом это переверсло в какое-то серьезное занятие. Изначально у меня там инженерное образование, я и чертил, и электроникой занимался. И первый мой такой квазинаучный проект, он был связан с построением сенсорной системы. Классической абсолютно сенсорной системы. Идея состояла в построении программного обеспечения для обработки сигналов с так называемого анализатора оптического спектра. Идея состоит в том, что если есть какой-то материал, и в нем есть оптоволоконный кабель, то по отражению света в этом оптоволоконном кабеле можно косвенно делать выводы о том, что с этим материалом происходит. Представьте себе, что у вас есть, например, мост, и вы при помощи света, при помощи оптоволоконного кабеля, протянутого по нему, диагностируете в режиме реального времени то, насколько материал в этом мосту износился, например. И такой проект был реализован для композитных материалов в рамках Центра фотоникоинфракрасной техники прямо в МГТУ имени Баумана. И что для меня является знакомым, почему этот опыт является для меня знакомым, потому что он впервые показал мне полный цикл таких вот от научной идеи, от математического алгоритма обработки этих сигналов, совершенно абстрактных, до построения программного обеспечения и до внедрения этого программного обеспечения в реальную железку. Сейчас этот опыт, который мы приобрели, то есть я работал в этом проекте не один, я сейчас покажу, с кем я работал, и этот опыт сейчас масштабирован до создания сенсорной системы для людокола, в котором таких штук уже три, кроме того, там шесть гироскопов, шесть акселераторов и два GPS. И мы создали программное обеспечения, которое полностью делает сенсинг всей такой большой сложной системы, как ледокол. И работал я здесь не один, мои обязанности заключались в некотором научном развитии этого проекта, то есть создании математических алгоритмов. Вот у меня появились два человека, которые учились вместе со мной, это Николай Пожар и Максим Ануфриев, и фактически реально все программирование и вся отладка была их задачей. Это был наш первый проект, в котором каким-то естественным образом полностью выстроился наш цикл. То есть я интересовался наукой, я мог заниматься наукой. Они, ребята, программисты, они хотели что-то программировать, зарабатывать деньги на этом, и в итоге создался полный цикл. И вот два проекта, даже больше вместе с NotSFATONIC, мы выполнили и продолжаем выполнять. Это не имеет отношения к квантовыми технологиями, это технологии обычно совершенно классические, но вот у нас появился такой опыт, появилась такая наша маленькая команда. Мы совершенно по-разному относились к этому опыту. Я просто одно время думал, что это классный способ заработать, классный способ какую-то решить задачу, которая совершенно была не связана ни с моим обучением, ни с моими научными интересами. Для ребят это тоже опыт, как бы круто, ледокол, столько данных приходит, надо их как-то быстро обрабатывать, надо создавать эту систему, надо создавать графический интерфейс. Но в итоге мы немножко сплотились как команда. Мне очень нравятся фразы из книги Норберта Винера «Я математик», который приводил пример того, что фактически научный успех — это сочетание оригинальности замыслов, упорства и неустанной энергии. И вот мы постоянно в рамках оси проектов заряжали друг друга одно время я их оригинальностью, другое время они меня оригинальностью, по очереди упорством и неустанной энергией, и у нас сформировалось некоторое взаимодействие, которое в какой-то момент стало ключевым. Мы начали… То есть мои научные интересы уже в этот момент были связаны с квантовой криптографией. К квантовой криптографией я начал интересоваться как технологией, будучи на первом курсе, потому что понимал, что там точно есть что-то интересное, точно есть что-то, где можно копать. Ребята к этому относились очень скептически, несмотря на то, что я им постоянно рассказывал про какие-то новые интересные задачи в этой сфере. Однако, так, все пропало. Я говорил, что ненадежный этот PowerPoint. В чем заключается технология квантовой криптографии? Дело в том, что мы уже говорили о асимметричной криптографии, которая основана на вычислительной стойкости. Однако, кроме вычислительной стойкости, в принципе, есть способ обеспечить абсолютную защиту информации. Каким образом это происходит? Это происходит при помощи так называемой схемы одноразовых блокнотов. Идея состоит в том, что у вас есть некоторое сообщение фиксированного размера. И вы хотите зачифровать это сообщение так, чтобы, передавая его по открытому классическому каналу связи, злоумышленник никаким образом не мог получить о нем информацию. А легитимный пользователь ваш визави мог эту информацию получить. Каким образом это делается? В принципе, с задачей защиты информации, человечество сталкивается столько лет, сколько существует человечество. И первые криптографические алгоритмы, алгоритмы криптографии, тайнописи, были основаны на том, что способ защиты информации был никому неизвестен. Вот, например, часто приводимый пример — это то, когда человеку брили голову, писали какое-то сообщение на его черепе, ждали, пока волосы отрастут, и на приемной стороне точно знали, что в конце нужно побрить. Таким образом, что обеспечивало защиту информации в данном случае? Тот факт, что только приемная сторона знала, с кем и что делать. Говоря более наукообразно, безопасность обеспечивалась скрытностью алгоритма. То есть никто не знал последовательность действий, в которых нужно что-то делать. Но довольно быстро стало понятно, что это не очень надежный способ, несмотря на то, что есть классные криптографические алгоритмы. Например, еще есть такая палка с цитала. Идея состоит в записи некоторой информации буквами на ленту, и за счет того, что только у человека на приемном и на передающем конце есть специальная палка, на которой эта лента наматывается, можно было бы просто читать связанный текст. А для любого человека, который видел эту ленту, текст был непонятен. Но очень быстро стало ясно, что такая схема ненадежна. То есть она очень быстро компрометируется, потому что люди разговаривают друг с другом. И возникла парадигма криптографии, в которой информационная безопасность и защитная информация обеспечивается специальным параметром, называемым ключом. Полную математическую теорию построили два математика. Это Клод Шенон и Владимир Котельников, наш с вами с отечественник. И она состояла в делении любых криптографических систем на два класса. Абсолютно стойкие и достаточно стойкие. Достаточно стойкие — это, например, системы с асимметричной криптографией, которые предполагают, что у злоумышленника есть какие-то ограниченные ресурсы, за счет этого он не может там восстановить ключ. Есть пример одной абсолютно стойкой схемы. Она заключается в том, как я начал рассказывать, у вас есть фиксированное сообщение M, вам нужен некоторый параметр, называемый ключом. И условия такие, что ключ должен использоваться для одного сообщения один раз, ключ должен быть абсолютно случайный, и размер ключа должен быть равен размеру сообщения. Вот если эти условия соблюдаются, и таким ключом вы шифруете свои сообщения, то такая схема не взламывается. Почему? Потому что представьте, что у вас есть какое-то сообщение, состоящее, ну вот мы его оцифровали, оно состоит из нуля единиц. Вот есть случайный ключ. Ключ известен только в приемной стороне и передающей. Они в криптографе часто называются Алиса и Боб. Вы передаете сообщения в зашифрованном виде. Для злоумышленника все ключи, которыми вы могли зашифровать, равновероятны. То есть он должен перебирать все возможные ключи. А перебирая все возможные ключи, он получит все возможные передаваемые сообщения. Таким образом, если вы шифруете свои данные таким способом, для злоумышленника абсолютно равновероятны все возможные комбинации символов фиксированной длины. То есть если вы зашифровали все слова длины шесть букв, то с точки зрения злоумышленника, когда вы их передаете в зашифрованном виде, все слова длины шесть букв равновероятны. Поэтому эта схема называется абсолютно стойкой. Она никаким образом не связана с вычислительными ресурсами злоумышленника. Неважно, как быстро он их переберет. Он все равно не знает, какое слово правильное. И, конечно, самым главным, ключевым здесь является... Ключевым является ключ, про прощение за татологию. То есть самым дорогим ресурсом здесь является то, как вы этот ключ вырабатываете. Потому что, как вы понимаете, этот ключ должен быть одинаковым у приемника передатчика, должен быть одноразовым. Поэтому схема называется одноразовым блокнотом. И должен быть случайным. Каким образом этот ключ передавать, совершенно не ясно. Известно, как передавали эти ключи раньше. Передавали при помощи курьера. Но если у вас есть курьер, который передает какую-то фиксированную длину, и вы этому курьеру настолько доверяете, что он может передавать ключи, то почему бы не передать с ним сообщение? То есть некоторый парадокс возникает. Ну вот там есть какие-то практические решения, что курьер передает сразу какой-то большой ключ, а потом его по чуть-чуть использовать. Но тем не менее ресурс распределения ключа в криптографии является самым-самым дорогим. И на самом деле асимметричная схема, про которую я вам говорил, это и есть схема распределения ключа. Только в асимметричной криптографии или криптографии с открытым ключом стойкость не абсолютная. Есть алгоритм, как это сделать, просто это сделать тяжело и вычислительно затратно. Дело в том, что квантовая физика не только разрушает существующую информационную инфраструктуру в контексте квантового компьютера, но и позволяет создать новую. Вспомним те свойства, о которых мы говорили, о свойствах квантовых объектов. Квантовое состояние нельзя скопировать, это теорема о запрете клонирования. Кроме того, квантовое состояние является неделимым. В том смысле, что если у вас есть какой-то квант, кванты это и есть в принципе неделимые с латыни, то такой фотон нельзя разделить. И кроме того, важный фактор, что хрупкость квантовой системы, это фактически другим языком, это тот факт, что измерение меняет квантовое состояние или уничтожает его. То есть за квантовой системой, в отличие от классической, нельзя подглядеть. Можно либо ее измерить полностью, либо, грубо говоря, есть на самом деле так называемые мягкие методы измерения, но тем не менее, для упрощения можно сказать, что квантовую схему либо измеряешь полностью, либо не измеряешь вообще. И в отличие от классического сигнала, который мы всегда можем отвести и скопировать, квантовый сигнал нельзя скопировать, нельзя перехватить, оставшись незамеченным. Вот используя три этих важных ресурса, можно распределять так называемые квантовые ключи. И эта технология называется квантовой криптографией. В таком случае, если вы передаете ключи к кодиру, используя в качестве курьера одиночные фотоны, то в случае, если кто-то ее перехватывал, эту информацию, это всегда станет для вас доступно. И такой ключ можно не использовать. Можно математически и надежно доказать, что такая схема гарантирует абсолютную секретность, абсолютную конфиденциальность. Квантовая криптография — это одна из первых технологий, которые уже есть на рынке. В принципе, она на рынок уже вырвалась. Таких истинных технологий второй квантовой революции, то, что называется, их две — это квантовая криптография и квантовый генератор случайных чисел. Она есть в разных реализациях. Она тесно связана с тем, что вы передаете кванты света, фотоны, поэтому ее можно реализовывать в оптоволоконных кабелях, в принципе, привычной для нас сейчас инфраструктуре. Ее можно передавать по открытому пространству. И вот недавно начались пилотные эксперименты Китая по передаче ее в режиме Земля-спутник. Потому что, в принципе, можно найти окно прозрачности атмосферы и превратить технологию квантового распределения ключа в такую глобальную систему защиты информации. Но вот если говорить такими бизнес-терминами, то это сегодняшний день, завтрашний день и послезавтрашний день развития квантовой криптографии. Вопрос. Когда квантовая криптография нам понадобится? Дело в том, что мы не знаем, когда возникнет полноценный квантовый компьютер. И мы не знаем, сколько лет нам понадобится на внедрение квантовой криптографии. Но есть несколько важных факторов. Во-первых, я привез здесь фотографию дата-центра в Юте, который руководствуется вот каким принципом. Он руководствуется принципом store now, decrypt later. То есть хранить всю возможную информацию, которая сейчас передается в зашифрованном виде, а расшифровать ее, например, когда появится квантовый компьютер. Если информация на данный момент еще будет представлять ценность, то это будет очень полезно. Поэтому это известно, что большинство трафика, который передается, перехватывается и хранится. То есть хранить можно достаточно дешево. Поэтому в какой-то момент можно будет расшифровать и, возможно, извлечь из этого какую-то выгоду. Давайте сравним три числа. Число х — это то, сколько лет нам нужно, чтобы наша информация оставалась секретной. Число у — это то, сколько лет займет внедрение квантовой криптографии в нашу IT-инфраструктуру. То есть не просто создать этот прибор, а внедрить его и показать, что эта технология работает. И z — это сколько времени нам нужно для внедрения квантового компьютера. То есть даже не используя какие-то конкретные цифры, мы получаем точную формулу, что если количество лет, сколько нам нужно хранить секреты, плюс количество лет, сколько нам нужно для внедрения, по каким-то нашим оценкам меньше, чем время создания квантового компьютера, то у нас есть проблема в какой-то момент, если наши секреты вдруг станут открытыми. Это время по-разному оценивается. Но вот 2017 год начался с точки зрения квантовых вычислений как-то очень бодро. То есть уже в первом выпуске журнала Nature вышла статья «Квантовый компьютер выходит из лаборатории». И вот сейчас в марте буквально бок о бок вышли две статьи. Одна из которых — это «Business opportunities квантового компьютера». Такая очень классная рекламная статья вот Джона Мартинеза из Google. То есть, видимо, действительно дела идут очень хорошо. И вторая — это про то, что IBM открыл свою платформу для квантовых вычислений. Поэтому время началось бодро, но реальные сроки разные специалисты от 5 до 15 лет, говорят, что требуется для создания квантового компьютера. Таким образом, если у нас есть данные, которые представляют статегическую ценность 15 лет, и нам нужно 5 лет для того, чтобы квантовую криптографию внедрить, уже есть какие-то определенные проблемы. Поэтому квантовую криптографию надо, конечно, создавать и внедрять. Конечно, возвращаясь к бизнес-терминам, возникает вопрос, зачем ее разрабатывать, если ее можно купить. Дело в том, что сообщество информационной безопасности довольно консервативно, поэтому все крупные страны предпочитают разрабатывать эту технологию самостоятельно, потому что лазеек для внедрения довольно много, даже если информация абсолютно секретная. Если шифрование осуществляется абсолютно секретно, но в коробке есть какое-то устройство, которое копирует ключи и передает их куда-то, то вся эта схема ломается. Поэтому нужно на уровне железа быть абсолютно уверенным, что к установкам нет доступа. Есть два лидера в мире. Это проект европейской, швейцарской компании D-Quantique, которая создает и специальную квантовую сеть в Европе, и китайский проект по созданию квантовой сети в Китае 2000 километров между Пекином и Шанхаем с 32 промежуточными узлами, потому что при передаче в оптоволоконном кабеле сигнал сильно затухает, и построить систему на большие расстояния невозможно, можно только при помощи промежуточных серверов. Но вот, кстати, интересный тоже факт, это то, что самая высокая степень заинтересованности в квантовой криптографии проявляют коммерческие учреждения, то есть банки, например. То есть они понимают, что если они какую-то свою стратегическую информацию об инвестициях, она представляет ценность больше, чем 5 лет, то им важно защищать эту информацию действительно должным образом. Поэтому финтех и банки являются драйверами развития квантовой технологии. Например, в китайской сети еще участвует компания Alibaba, но в принципе сеть соединяет между собой 12 банков. Это наш проект, поддерживаемый Газпромбанком и Миноборнауке. На данный момент мы вышли на создание прототипа, это то, как это просто выглядит в лаборатории, но из лаборатории мы вышли в реальные условия. То есть теперь мы соединим не катушкой оптоволоконного кабеля, который лежит на столе, а оптоволоконным кабелем, соединившим два офиса Газпромбанка между собой. Эта технология работает в реальной жизни. Наш проект очень амбициозный. Мы хотим пройти тот путь, который проходил ID-квантик из лаборатории в реальную жизнь не за 5-7 лет, а за 1-2 года. И вот в мае 2015 года были проведены пилотные испытания. Была честно показана отработка всей технологии в реальных линиях связи. Почему это тяжело в реальных линиях связи? Потому что волокно, по которому передаются одиночные фотоны, в лабораторных условиях можно стабилизировать. Можно стабилизировать с точки зрения температуры, с точки зрения условий. Можно сделать, чтобы никто не дышал на него. И обеспечить таким образом какую-то демонстрацию. Однако, когда мы столкнемся с внедрением, с реальной жизнью, нам никто не обеспечит никаких специальных условий. Нам нужно по тем же самым оптоволоконным кабелям, по которым сейчас передаются классические сигналы, которые лежат на солнце, подвешены в колодцы, черт знает где находятся, придавать одиночные квантовые состояния. Поэтому выход из лаборатории в реальную жизнь для квантовых технологий — это серьезный челлендж. И нам это удалось. Это очень большая для нас радость. То, чем занимаюсь я конкретно в этом проекте, можно на этой блок-схеме рассказать. Дело в том, что кроме того, что нам необходимо приготовить здесь квантовые состояния, нам необходимо их оптимальным образом обработать. Дело в том, что квантовая криптография на самом деле не защищена от прослушивания. Она основана на том, что это прослушивание всегда можно обнаружить. Каким образом оно обнаруживается? Оно обнаруживается по измерению количества ошибок между приемником и передатчиком. То есть если вы сгенерировали какую-то ключ на стороне приемника и сгенерировали какой-то квантовый ключ на стороне передатчика по квантовому протоколу, то эти ключи необходимо каким-то образом сравнить, так, чтобы об этом никто не узнал, и понять, какой уровень ошибок в нем был. Вот есть математическая теорема, которая утверждает, что если мы наблюдаем уровень ошибок в 11%, то это значит, что такой ключ компрометирован. Потому что пересчитывая это количество ошибок в взаимную информацию, мы получим, что верхняя оценка взаимной информации между перехватчиком и передатчиком равна 100%. То, что мы наблюли ошибку в 11%, означает, что на самом деле замочнику известно все. Такой ключ мы выбрасываем. Поэтому в какой-то момент, и вот это тоже, кстати, один из моментов, когда квантовая криптография выходит в реальную жизнь, нам нужны правильные, быстрые математические алгоритмы, которые эти квантовые ключи обработают и передадут в реальные приложения. Нам нужно перейти от цикла, когда мы приготовили и измерили квантовое состояние, в реальные приложения. И у нас устройство, которое осуществляет эти преобразования, называется блоком сопряжения. Там производятся математические алгоритмы. Во-первых, даже если этот уровень ошибок меньше, чем 11%, скажем, 9%, у нас есть две последовательности, из которых 9% ошибок. Никакие ключи из них нельзя сделать. Поэтому эти ошибки нужно исправить. Это тоже определенная интересная задача, потому что в классических коммуникациях мы привыкли к тому, что уровень ошибок — это 10 минус 12 или 10 минус 10. То есть только из нескольких сотен тысяч бит в каком-то есть ошибка. Почему? Потому что, например, в классических случаях у нас есть всегда возможность повторить сообщение. В квантовом же случае мы такую операцию провести не можем, поэтому мы наблюдаем уровень ошибок в процентах. Все известные на момент развития квантовой криптографии алгоритмы были как раз оптимизированы под очень-очень маленький уровень ошибок, что ошибки встречаются очень-очень редко. И тут все эти алгоритмы пришлось перестроить и каким-то образом внедрить в случае, когда этих ошибок в нескольких процентов. Это была очень интересная задача научная, с которой мы столкнулись. И, кроме того, для того, чтобы сделать эту технологию практичной, в ней должна быть реально, как бы абстрагируясь от реализации, вся та же самая история, с которой я столкнулся в университете, когда мы разрабатывали этот анализатор спектров. Фактически какой-то черный ящик, независимо от физического принципа, гирит большое число данных, снова нужен алгоритм математический, который их обработает, и нужно программное обеспечение, которое все это будет реализовывать и передавать потребителю, потому что потребителю, конечно, совершенно не интересует, что это сложно, ему интересует ключ, чтобы дальше передать его приложение. И это было сделано. Мы разработали целую IT-платформу для квантовой криптографии. Не буду подробно останавливаться, на чем она состоит, из чего она состоит, но важно здесь отметить то, что очень много тех паттернов, которыми программисты научились, работая в проектах по сенсорике, на самом деле помогли здесь, и работала фактически та же самая, команда, единственное, к ней присоединились ребята, с которыми я занимался научной составляющей, и мы вот произвели такой полный цикл. То есть у нас были некоторые... В течение прошлого года мы занимались исследованием и поиском оптимальных алгоритмов, обработки вот этим занимались мои коллеги Женя Киктенко и Антон Трушечкин. А ребята помогали им разработать программное обеспечение и оптимизировать эти алгоритмы с точки зрения дальнейшей реализации. Изначально, кстати, наша задача, вот это мои маленькие команды, стояла лишь в том, чтобы сделать такую некоторую иллюстративную платформу. То есть наша задача была в большей степени научной, чем индустриальной. Но в какой-то момент мы участвовали в большой коллаборации, ну такой относительно большой коллаборации. Весь проект по квантовой криптографии реализовывали четыре организации. И начались проблемы в той организации, которая реализовывала промышленную IT-платформу. То есть вот эта IT-платформа, которую мы изначально реализовывали, у нее были абсолютно академические цели. Продемонстрировать proof of principle, proof of concept, что все это вместе реально работает. Однако в какой-то момент, и это было уже к концу периода, когда мы хотели выходить в реальное производство, мы поняли, что наши партнеры не справляются, и поэтому часть команды под руководством в колле перешла в создание еще и промышленной платформы. И это потребовало еще одного цикла исследований. То есть теперь уже возникала задача, кроме всего прочего, кроме того, как ключи обрабатывать, как эти ключи хранить, как эти ключи передавать. И тем не менее нам удается на данный момент IT-платформу поддерживать, если кого-то не интересует она полностью в открытом доступе. И вот для нас, что здесь важно? Для нас, а, то есть упомяну, что все это происходит вот в рамках стартап-проекта российского квантового центра, то есть он выделился в отдельный такой маленький стартап-проект, поэтому, что для меня приятно, как человека, который там существенную часть своей жизни работает в российском квантовом центре, что это такая теперь своя солнечная система, где вокруг квантового центра есть такая орбита, на которой уже начинают вращаться новые компании. И что для нас важно, что это было, что в отличие от проекта с сенсорами, который был абсолютно классический, это был первый раз, когда мы поняли, что мы сопрягаем некоторую технологию второй квантовой революции с современной инфраструктурой. И поняли, что здесь очень много возможностей. То есть те возможности, которые есть на данный момент, и те новые рубежи, которые возникают, о которых я вот хотел бы сказать, это именно то, что требует внедрения новых квантовых сенсоров или квантовых компьютеров, или квантовых телекоммуникаций в существующие системы. Дело в том, что квантовые компьютеры не будут работать в отрыве от классических. Это будет некоторая гибридная система. Квантовая криптография на самом деле не будет работать в отрыве от классической криптографии. Это некоторая гибридная система. Квантовые сенсоры, несмотря на то, что в основе их может лежать некоторый реальный очень сложный фундаментальный принцип Для того, чтобы сделать эту технологию практичной, она все равно должна как-то сопрягаться с внешним миром. Все равно устройство, которое будет считывать информацию с этих сенсоров, будет классическое. И поэтому, если для квантовых инженеров или для квантовых технологов возможности лежат вот здесь, то для IT-специалистов и для IT-бизнеса возможности есть еще и в этих стрелочках, когда любое квантовое приложение, любая квантовая технология будет выходить в реальный мир. Поэтому, чтобы, может быть, сгенерировать для себя дополнительные возможности, можно, например, подумать о том, какая-то из квантовых технологий может быть применена вам в вашей сфере, скажем, и понять, что нужно для ее внедрения, какие требования нужны вашему делу или вашему бизнесу для того, чтобы эту квантовую технологию внедрить, и тогда вы откроете для себя возможность для ее реализации. И тут примеры могут быть абсолютно разными. Вот я, когда ехал сюда, думал о каком-то примере, кроме того, что в том, что квантовый компьютер тяжело создать, виновата дикогеренция, то есть воздействие окружающей среды на квантовое состояние. Иными словами, квантовые состояния настолько хрупкие, что даже малейшее изменение внешнего окружения может разрушить их квантовую природу. С одной стороны, кажется, что это очень плохо. Действительно, из-за этого квантовый компьютер очень тяжело создать. С другой стороны, представьте себе, что у вас есть совершенно-соршенно маленькое изменение окружающей среды, которое квантовое состояние чувствует. Это значит, что квантовое состояние — это отличный сенсор. То есть любое изменение малейшей температуры или магнитного поля квантовая частица зарегистрирует, тогда, когда ни один приближающийся к ней по чувствительности классический сенсор этого не достигнет. Поэтому везде, где есть сложности, везде, где есть челленджи, на самом деле есть еще и возможности. И я думал о каком-то простом примере. Очень важно производить, например, какие-то закупки на торгах в правильное время, то есть ставить правильные временные метки. Лучший стандарт для часов — это квантовые часы. То есть квантовая технология позволяет создать отличное метрологическое оборудование. И таким образом любая организация, которая, например, деятельность, которая очень тесно связана с важными временными отметками, для которой важно совершить какую-то вещь с очень-очень большой временной точностью, она определенно выиграет от внедрения технологии, от внедрения квантовых часов. Квантовый сенсор, кроме всего прочего, открывает большие возможности для медицины. Но несмотря на то, что природа у этих квантовых сенсоров действительно квантовая, но анализ может быть классический. И вот на этапе вот этой стрелочки возникнут новые интересные задачи, безусловно, новые интересные возможности. И вот мой путь от идеи квантовой криптографии до реализации ее в железе, или как мы с Колей называем это путь от одиночного фотона до репозитория на GitHub, это тот путь, который мы прошли, который продемонстрировал, что на каждом шаге возникли новые интересные возможности. И сейчас я перехожу к главному слайду своей лекции. Спасибо за внимание. Я с удовольствием отвечу на все ваши вопросы. Да, пожалуйста. Что происходит? Значит, защита информации — это очень сложная область. Почему? Потому что она в своей основе очень консервативная. То есть у нас есть современные стандарты для шифрования данных, которые не предполагают использование квантовой криптографии. На самом деле они что предполагают? Что у вас есть какой-то ключ. Этот ключ должен удовлетворять некоторым характеристикам, которые известны только регуляторам в области информационной безопасности в любой стране. Они являются закрытыми. И шифровальное оборудование проходит несколько процедур, связанных с сертификацией, с поиском недекларированных возможностей и так далее. И от этого оборудования никто не готов отказываться. То есть это оборудование еще некоторое время будет, потому что для людей, принимающих решения, оно является надежным. То есть квантового компьютера еще не существует. Поэтому что мы можем предложить? Мы можем предложить смену этих ключей в этих устройствах с гораздо большей частотой, чем это сейчас происходит. По регламенту ключ для шифрования меняется очень редко. Он может меняться раз в год или раз в месяц, в зависимости от того, насколько быстро происходит его так называемая деградация. При помощи квантовой криптографии его можно менять раз в минуту. Или даже чаще. Как это можно делать на практике? Можно брать наш ключ из квантовой криптографии, брать ключ, который уже есть в устройстве, и складывать их. Таким образом, в каждую минуту вы получаете новый ключ. Почему это хорошо? Потому что для регулятора есть очень простой математический способ показать, что стойкость системы в таком случае не проваливается ниже самого сильного из этих ключей. Мы там, как физики, верим, что более сильный ключ квантовый. Поэтому для нас безопасность информации не проваливается ниже квантового ключа. Но даже если регулятор верит, что его классический ключ более защищенный, то для него безопасность информации не проваливается ниже существующего стандарта. Поэтому как происходит внедрение квантовой криптографии, оно происходит следующим образом. Вот у нас есть протокол, по которому мы передаем свой квантовый ключ в приложение. В приложении есть свой ключ, который поступает, например, согласно каким-то требованиям или рекомендациям ГОСТа. Здесь происходит процедура их преобразования и шифрования информации. Вот так и так квантовая криптография внедряется в реальную жизнь, если я правильно ответил на ваш вопрос. Да, это дополнительная степень защиты над существующей инфраструктурой. Да, то есть для того, чтобы передавать квантовые ключи, используется квантовое состояние одиночных фотонов. Они поляризуются, передаются в оптоволоконном кабеле. И вот эта стойка, считайте, то, что можно вставить в серверную стойку, это будет распределять квантовые ключи между двумя удаленными пользователями. Ну, здесь речь идет о том, что мы не передаем информацию, мы передаем ключ. И, в принципе, можно много, но для того, чтобы сохранить квантовые свойства, на самом деле нужно брать очень-очень слабые лазерные импульсы, поэтому итоговая скорость генерации ключа, если все переводить в скорость, там десятки, сотни килобит в секунду. То есть достаточно мало для того, чтобы использовать это в режиме одноразовых блокнотов, но очень хорошо как раз для того, чтобы менять ключи с большой частотой для существующих шифраторов. То есть что такое десятки килобит в секунду, чтобы вы себе представляли? Например, шифрованное общение по телефону. То есть можно голосовой трафик полностью зашифровать при помощи квантовой криптографии. Это работает. Но вот видео — это уже сложнее. Видеоконференцию зашифровать при помощи квантовой криптографии сложно. Как это работает, если спускаться на уровень протоколов? То есть есть так называемый протокол квантовой криптографии. Как он работает? Он использует так называемые максимально ортогональные квантовые состояния. Для простоты рассмотрим поляризацию. При этом здесь, к сожалению, нет ничего, на чем можно рисовать. Но идея такая, что чтобы измерить поляризацию волны, нужно задаться некоторым базисом поляризации. Вот мы выберем два базиса. Один из них называется вертикально-горизонтальный, такой плюсик. А второй базис называется крестиком. Почему такие состояния называются максимально ортогональными? Потому что если вы приготовили фотон, используя один базис, и придали там какое-то значение поляризации, то измеряя его в другом базисе, вы получите шумовое срабатывание. То есть либо классический бит 0, либо классический бит 1 с вероятностью 1,2. То есть ключевой аспект здесь, что очень важно, приготовить, измерить фотоны в одинаковом поляризационном базисе. Как происходит протокол квантовой криптографии? Используя передатчик Алиса, используя генератор случайных чисел, многократно приготовляет квантовое состояние, при этом она случайным образом выбирает базис приготовления. Допустим, в базисе вертикально-горизонтальном она вот такому значению поляризации присваивает 0, вот такому значению 1. В базисе плюс 45 градусов она вот этому значению выбирает 0, этому значению 1. Она случайно, многократно производит эту процедуру приготовления и отправляет эти фотоны. Приемник на своей стороне многократно настраивает свою измерительную лаборатору случайным образом, выбирая такой базис или такой базис. Естественно, за счет того, что у них две возможных опции между двумя базисами, в 50% случаев их результаты не совпадут. Потому что они делают? Они созваниваются по классическому каналу, например, по телефону, и сообщают, в каких базисах они состояние готовили, не раскрывая результат измерения в этих базисах. То есть они не говорят 0 или 1, они говорят такой базис или такой базис. А результат измерения они считают достоверным в том случае, если базис приготовления и базис измерения совпал. Таким образом, из исходно посланного, допустим, тысячи импульсов, только в 50% случаев у них совпадет результат приготовления и результат измерения. Что происходит, если есть злоумышленник? Рассмотрим самый простой случай. Самый простой случай — это когда злоумышленник встраивается и производит так называемую атаку перехват-перепосыл. То есть он производит измерения и по результатам своего измерения передает состояние. Так вот, очень легко показать, что в таком случае он угадывает тоже в 50% случаев, вносит дополнительные ошибки в этот ключ. Потому что он не может угадывать синхронно с Бобом, то есть синхронно с легитимным приемником. Поэтому на уровне 50% ошибок будут еще дополнительные ошибки. И вот они-то как раз и характеризуют, что является ключ защищенным или нет. Если их меньше, чем 11%, он внес этих ошибок, то, используя классические математические алгоритмы из теории информации, можем всю эту информацию удалить и считать ключи абсолютно секретными. Если больше, чем 11%, значит мы такой ключ просто выбрасываем. А как часто это происходит? Выглядит низкоценность, а что если это всегда ребята и гости? Они же постоянно это делают, все знают, что они это делают. Правильно. Но в случае... На самом деле таким образом... То есть смотрите, допустим, есть два сценария. Если они производят измерения и вносят меньше, чем 11% ошибок, либо они просто прерывают передачу информации. То есть тут нет конструктивной атаки. То есть они либо полностью нам прерывают возможность коммуникации, либо... Ну то есть если больше 11%, мы от такого ключа отказываемся, все, мы не шифруем данные. Значит, тут есть атака просто на реализацию, но она неконструктивная. Они... Важно... Вот важный поинт, еще раз, что квантовая криптоверапия, она не защищена от прослушивания. Она защищена от невозможности это прослушивание обнаружить. Причем модель, она действительно просто максимально параноидальная. Вот самый простой пример. Мы знаем, что если у нас есть оптоволоконный кабель, то в нем есть потери. Потому что просто затухает сигнал, мы посылаем очень мало фотонов. Мы знаем, что наши детекторы однофотонные, они иногда срабатывают просто так. У них есть шумовые срабатывания. Мы считаем, что вся информация, которую мы здесь теряем, она вся доступна злоумышленнику. Мы все ее отводим на вот эти 11%, на все ошибки. То есть мы считаем, что злоумышленник в данном случае обладает неограниченными технологическими ресурсами, не противоречивающими законам физики. И все равно эта система может работать, если уровень ошибок не больше, чем 11%. И это есть фундаментальный факт. То есть конструктивных атак нет. Шифруйте его квантовой криптографией, тогда его бессмысленно будет расшифровывать. Расшифровывая трафик, который защищен квантовым ключом при помощи одноразовых блокнотов, все сообщения, которые вы могли бы передать, являются равновероятными. Потому что ключ является случайным. Если использовать гибридную систему, то в принципе это возможно. Но в отличие от схемы с одноразовыми блокнотами, в отличие от асимметричной криптографии, для которых квантовый компьютер дает экспоненциальное ускорение, в задаче вот такого перебора он дает только линейное ускорение. То есть квантовый компьютер не представляет столь большую угрозу для вот такой схемы, о которой вы говорите. Но здесь можно дать более или менее точную оценку по деградации ключа, потому что известен коэффициент ускорения. Это коэффициент масштабирования. Ведь всегда безопасность — это компромисс между стоимостью и ценностью информации. То есть тем, сколько ресурсов вы тратите на то, чтобы информацию защитить, и сколько реально ценностей она представляет. Можно, например, довольно точно оценить, как часто нужно менять ключи, чтобы защитить информацию в течение пяти лет. Вот как-то так. То есть гибридные системы, они не абсолютно стойкие. Они практически стойкие, просто гораздо лучше, чем существующие. За счет именно ресурса квантовой криптографии. Квантовый центр, но он много проблем решает. Можно разделить их, наверное, на три основных части. Это некоторый пласт научных задач, которыми занимается научная группа. Это шесть технологических проектов, которые квантовый центр развивает. Они все на разной стадии готовности. Задача — просвещение, образование и просветительство в области физики и квантовой технологии. Это если крупномасштабно. Если спускаться до уровня конкретного проекта, то есть, например, проект, которым я занимаюсь, проект квантовой криптографии, то есть много проблем. То есть первое из них — это просто завершить устройство к концу этого года, довести его до уровня готового к серийному производству. То есть, скажем, к концу 2017 года иметь у себя полную базу для продажи. Поиск потенциальных клиентов, инвесторов, партнеров, и так далее, что первое приходит на ум. С патентами интересная ситуация. То есть оптическая схема, которая реализована в нашем протосипе, у нее просто срок давности патента истек, то есть ее можно, скорее, это всем использовать. У нас в промышленном устройстве своя схема, она обладает высокой патентной частотой, то есть мы подали заявку на патент. И вот тот блок сопряжения, которым фактически я занимаюсь, он полностью свой, то есть каждый алгоритм, который там применяется, он является собственной разработкой, но в случае математических алгоритмов мы не патентуем каждый из них в отдельности, мы патентуем всю систему в целом, и просто у нас есть научные публикации, которые подтверждают наше авторство в каждом из этих алгоритмов. То есть на самом деле, вот эту часть мы просто готовы ей более или менее делиться на условия определенных лицензий, потому что это очень важно с точки зрения нашего пиара, потому что мы создали самую лучшую систему обработки ключей, она лучшая, если у вас лучшее железо, но вы можете ее использовать. В принципе, с патентами сложно, потому что если даже что-то запатентовано, то доказать, что кто-то использует ваш патент, это очень дорого, и нанять юриста, который будет потом выбивать какие-то деньги, это очень дорого, это чаще всего нерентабельно. Вот в такой быстро развивающейся области. То есть я не слышал еще ни об одном патентном трении в сфере квантовых технологий. Серьезно. Что-то патентуется, но тенденции к тому, что патентовать все нет. То есть наоборот, есть тенденция часть просто открывать, чтобы другие люди использовали. Но просто на условиях определенной лицензии. Например, наша платформа для обработки в открытом доступе, и условием является то, что ее можно использовать только тогда, когда результат ее использования тоже будет в открытом доступе, чтобы мы могли иметь возможность этот результат оценить. Большинство технологического оборудования поступает таким же образом. То есть вы можете использовать эту схему, но только в определенных ограничениях. Например, не можете использовать в коммерческих целях. Все, что используется в коммерческих целях, обычно уникально. И опять же повторюсь, что это всегда патентные трения, очень затратные. Поэтому патентовать, конечно, можно, но потом найти денег, чтобы доказать использование патента и выбивать какой-то роялт, и это всегда трудная задача. И у научных организаций, кстати, не особо с этим есть опыт, мне кажется, таких вот особенно квантовых центров. Ну, по крайней мере, я не буду говорить о том, за весь мир, но я о таком не слышал никогда. Швейцарцы. Да. Ну, я вроде как бы на основе них много еще кто что сделал, но как-то о патентных трениях в их отношении я не слышал. Коммерческого эффекта нет такого, который бы там был рентабелен. То есть сейчас, вот почему эта область еще очень интересная, здесь как бы сходят три такие важных силы. То есть государство, наука и бизнес. Да, у бизнеса подход, конечно, там все патентовать и потом, не знаю, судиться годами и выбивать деньги. То есть научный подход это более или менее открывать научному миру результаты своего труда. Сторона государства это тоже отчасти открывать, отчасти закрывать, но в зависимости от приложений. Поэтому как тут карта ляжет, это очень сильно зависит от конкретных условий конкретной страны. Представляли особый статус, особый режим, поэтому, может быть, они на уровне соединения всех этих сущностей что-то классное придумали, поэтому что-то патентуют, что-то не патентуют. А может, не запатентую, а может, там пользоваться в открытом доступе. Вот как бы понимаете, тут же тоже очень важный фактор, что там проект ID Quantic всем известно, отчасти потому, что они очень много средств вкладывали в популяризацию этой области, в ее развитие. Поэтому, может, гораздо больше экономический эффект даст какое-то открытие какого-то патента. Вот, например, есть компания Tesla, которая открыла все свои патенты и сделала их доступными. Почему? Потому что находит прорыва в электрокарах. Вот. Поэтому какая стратегия тут будет выигрышной, никто пока до конца не знает. Через некоторое время. Ну, то есть их можно не... Открыло с точки зрения возможности использовать открыто в коммерческих целях. Бесплатно, да. Открыло в смысле... Да, вот. Спасибо вам большое. Очень интересные вопросы. Спасибо. 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 Спасибо.